Привет всем! Сегодня пишу видео, которое должно собрать миллион просмотров. Почему такая вот уверенность? Потому что каждый задается, кто живет, работает в Чехии, тем вопросом, как еще больше зарабатывать денег, как получать еще больше прибыли. И вот я вам сегодня расскажу о таком лайфхаке, в котором, может, конечно, не все знают, но нужно этим вариантом пользоваться. И сегодня расскажу, что для этого нужно. Немногие люди знают, которые находятся сейчас в Чехии, по долгосрочным визам, по рабочим картам, что есть такая возможность, у кого есть дети, можно получать дополнительные кроны, дополнительные деньги. Это называется слева на дети, либо скидка на ребенка, где государство вам оплачивает за каждый месяц, за каждого вашего ребенка деньги. Сегодня я расскажу, сколько же можно реально получать, как мы сделали эти скидки на своего ребенка и что нужно для этого сделать. Итак, ребят, первое, что нужно это сделать, шаг номер один, это, конечно же, иметь ребенка. У кого нет еще ребенка, вперед, делайте детей и будет вам счастье. Важно, чтобы ваш ребенок был не в Украине, а в Чехии. Раньше слышал, что можно было, чтобы ребенок был в Украине и на него получать скидки, здесь находясь в Чехии, но сейчас такого уже нету, потому что самому ребенку нужно появляться в Зазенецкой полиции и показываться, что он здесь присутствует. Первый шаг – это забрать ребенка в Чехию, сделать воссоединение семьи и чтобы ребенок находился вместе с вами. Второй, ребят, второй шаг – это нужно сделать ребенку родное число. Это якобы идентификационный код ребенка, его можно получить в ОАМПе, это та же Цезенецкая полиция, при регистрации ребенка по прибытию в Чешскую республику. Сколько занимает время до получения этого родного числа у каждого индивидуально у нас заняло где-то около полтора месяца. Как оно делается? При регистрации ребенка, когда вы приезжаете в Чехию, делаете обязательную регистрацию, вы просите написать жадость, это заявление о предоставлении ребенку родного числа. А дальше уже все это отслеживается, отзванивается и получаете это родное число. Такая специальная бумажечка, на которой указаны специальные символы, специальный номер вашего ребенка в Чехии. Третий пункт, это написать второму родителю, то есть маме или папе, на кого вы будете делать эту скидку, это уже решите сами. Честное проглашение, то есть то, что ваш второй супруг или супруга не получает никаких скидок на ребенка уже, то есть будет кто-то один из вашей семьи получать эту скидку. Четвертый пункт, это написать заявление вашему работодателю, то есть о том, что вы хотите получать скидку на ребенка и предоставить все ваши ему документы. Как пишется заявление, это опять же свободная форма, где вы указываете, что вы такой-то, такой-то хотите получать скидку на ребенка. Но это, думаю, каждый работодатель знает, можете к нему обратиться, и он вам все это подскажет, вашей там бухгалтерии. Теперь же переходим к самому важному, сколько реально денег можно получать с одного и более детей. С одного ребенка в Чехии на 2020 год можно получать 1267 крон, то есть это равно 15204 кроны в год. Задумайтесь, это дополнительная зарплата такая очень приличная. На второго ребенка можно получать 1617 крон, то есть 19404 кроны в год. То есть в сумме, если у вас уже двое детей, вы можете за месяц получать 2884 кроны. Это больше, чем 100 евро на двоих детей. Некоторые в Украине выживают за эти деньги, имея только на один месяц, на всю семью. А в год это составляет 34608 крон. На третьего ребенка, ребят, уже 2017 крон. И на каждого следующего, там четвертого, пятого, тоже еще плюс 2000 крон. То есть, грубо говоря, если у вас трое детей, то вы получаете дополнительно на третьего ребенка 24204 крон в год. А суммарно в месяц вы будете за трое детей получать 49001 крон. И в год это выходит сумма почти в 58812 крон. Согласитесь, немаленькая сумма, у кого трое детей. Теперь же главный вопрос, до которого времени можно получать эти деньги. В Чехии тоже очень все интересно сделано. Получать эти все деньги можно до того времени, пока ребенок находится на вашем обеспечении. И пока он учится. Теперь внимание, не в школе учится, а в высшей школе. То есть, грубо говоря, до 26 лет. То есть, если ребенок учится у вас сначала в школе, потом в средней школе, потом в высокой школе, и при этом живет с вами, до 26 лет вы можете получать вот эти деньги. Считаю, что это очень классная практика, которой нужно пользоваться. Поэтому, кто не знал, всем рекомендую реально заняться этим вопросом, забирать детей, воссоединять семью, находиться вместе, это самое первое и самое главное. Второе, уже получать от этого еще дополнительную прибыль, которая, я уверен, никому не помешает. Я надеюсь, эта информация для вас была очень полезной, поэтому рекомендую всем поделиться с вашими друзьями, с вашими коллегами, со всеми, кого знаете, обязательно поставьте этому видео ваши лайки, напишите свои комментарии, думайте по этому поводу, кто уже получает, кто еще не получает, у кого сколько времени проходило от ожидания получения родного числа. Ну, а мы увидимся уже с вами в новых выпусках. До новых встреч и всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»